И вот пишут, что... Ну и видео показывало, что в Приморском крае собрали алкашей каких-то и запихивают их в автобус. Они довольны и пьют. Вообще очень много кадров, как пьяные люди из деревень залазят в автобус уже просто не в состоянии даже свое тело нести. Я говорю, проснуться они уже в окопе. Это будет очень весело. Но надо сказать, что они и сами погибнут. И могут еще человеческую жизнь уничтожить. Могут еще убить украинцев. Это ужасно совершенно. Знаешь, мне еще интересно насчет этих алкашей. Я просто знаю по своему врачебному опыту. Когда кладем больного, обычно вот этот алкогольный белый, совсем белый, начинается где-то на вторые-третьи сутки. То есть, 48-72 часа. И действительно, мы смотрим за частоту сердечных сокращений, за всякими вот этими эффектами, которые нам дадут понять. А это, видишь, это то, что называется life-threatening situation. То есть, это угроза жизни. Если человек входит в белую горячку, то не просто там, знаешь, небольшой дискомфорт с утра, а голова повалела. То есть, у них там будут целые батальоны, либо их нужно там... Белого горячечного! Белого горячного! Берсерки! Берсерки, зведи, я перебил. То есть, если реально автобусами их там... То есть, их нужно либо там им каждое утро там наливать, вот, а найдется ли столько? Ну, ты говоришь, а они там прислали несколько СССР с алкоголем, так что... Ты будешь смеяться, но на этот счет у нас есть информация, я ее уже оглашал, и как раз, видно, сказал то, о чем сообщали путинские все там эти доктора, ну, Министерство обороны. Вот я вам сейчас прочитаю. Кроме Волгограда, Нижнего Новгорода, Воронежа, города Тосна, Ленинградской области, Ростовской области, город Батайск, район Кайсук... Так, кстати, в эту войсковую часть уже доставили 25-20 тонн спиртовозов. Сейчас везут спирт в Смоленскую область, в город Починок, там рядом авиабаза Шаталова. Это мы отслеживаем перевозки спирта в войсковые части, огромное количество, тоннами развозят спирт везде по войсковым частям. То есть, это... А его не выдавали, вот той категории, которая воевала, его не выдавали. То есть, это то, о чем ты говоришь, скорее всего. То есть, они забирают алкашей и будут их похмелять. Понимаешь? Не только похмелять, но и поддерживать в таком состоянии, чтобы они не впали там, в общем-то, в делириум трэминс, да, и не устроили рок-н-ролла. Это вообще уникально, да, я вот думал. Ну, я понимал, что спирт это для того, чтобы пить, но сейчас это более стало ясно, да, в связи с вот теми событиями, которые наступили. То есть, так, сейчас я найду... Ну, я могу сказать, что, знаешь, я там воевать под этим делом не воевал, но в хоккей играть, знаешь, после там бокальчика винца у нас обычно игры происходят, такие, знаешь, любительском уровне поздно ночью, там в 10-11 вечера, то есть, когда уже... И причем это выходные дни, то есть, когда люди там отобедали праздничный обед, и вот несколько раз, знаешь, там бокал красного вина, ну, то есть, это невозможно, там, какой нахрен хоккей, какой спорт, то есть, это... А эти-то будут глушить не бокальчиками винцо, а водяры пузырями. То есть, я могу украинцам, знаешь, это, как бы, оптимистичные прогнозы дать. Будет, конечно, сложно попасть, знаешь, в бойца, который в стиле пьяного на тебя идет, но я думаю, раньше или позже они доблотыкаются. Вот мне напоминают про Южный парк. Помнишь серию Южного парка, где были северяне и южане, и, ну, они реконструкцией занимались, и Южный парк, это был южане, и нужно было там захватить, в конце концов, нужно было захватить Вашингтон. И Эрику Хартману, ну, он такой злодей, там, извечный, да, и он их поил алкоголем, и они когда напивались, атаковали, разносили всех, и он это постоянно, значит, когда они уже не хотели воевать, да, постоянно привозил алкоголь, и они продолжали воевать. Вот абсолютно точно. Субтитры сделал DimaTorzok